В Греции расследуют загадочную гибель австралийской модели. Тело восходящей звезды соцсетей, 20-летней Шенейт Макнамары, было обнаружено на яхте миллиардера. Правда ли, что девушка провела на судне последние 4 месяца? И чем занималась, выяснял Андрей Караманов. Что это, самоубийство в раю или жестокая расправа? Гибель фотомодели Шенейт Макнамары на борту яхты влиятельного миллиардера. Даже звучит, как сюжет бульварного детектива. 4 месяца о жизни восходящей звезды социальных сетей было известно только по ярким снимкам на ее странице. Десятки тысяч кавалеров сжимали в руках смартфоны и осыпали возлюбленную лайками. В мире, где дети мечтают стать видеоблогерами, жизнь барышни казалась эталоном. Бесконечное путешествие по лучшим курортам мира и постоянные развлечения на закрытых пляжах. О свидании с Макнамарой воздыхатели могли только мечтать. Словно башня Златовласки, ее надежно прятали от поклонников трюмы королевы Майя 4. Такое гордое название носит яхта ценой в 140 миллионов долларов. Как именно знойная красотка оказалась на ее борту, история умалчивает. В общем, почти сказка о Золушке. Разве что владелец яхты для юного принца уж в слишком солидном возрасте. Это один из самых богатых людей Мексики, миллиардер Альберто Бейлерес. В стороне ацтеков ему принадлежат почти все крупные стадионы для кориды. Каким образом император Матадоров нашел общество австралийской студентки, загадка, но ни одного их общего снимка в сети не появилось. Купание с жеребенком, дельфины, акулы, солнечные пляжи. Что именно Шинейт делала на яхте, можно только догадываться. Известно, что она отправилась в путешествие, чтобы заработать деньги, но больше никаких подробностей. До последнего дня девушка казалась счастливой, и все же ее достали из петли. Прямо там, на шикарной яхте. Шинейт была еще жива, но скончалась по дороге в больницу. Теперь греческие полицейские выясняют, сама ли девушка накинула на шею веревку. А если и да, то что такого случилось? И толкнула ее в пучину, на самое дно безумия. Погоня за легкой и красивой жизнью нередко становится приговором для женщин, виновных лишь в том, что слишком красивы. В 2016-м украинская модель Яна Касьян погибла после нескольких дней ужасных пыток в доме голливудского писателя Блэка Лейбла. Автор комикса ужасов поселил девушку в своем шикарном особняке в Беверли-Хиллз. А когда она родила ему ребенка, расправился с ней в точности по сценарию своей безумной книги, которую считал своим темным шедевром. Наша работа отличается от прочих, потому что мы уделяем очень много времени, чтобы сделать все качественно. Покрыта мраком и тайной гибели эстонской модели Регины Соосалу. По мнению папарацци, она была любовницей принца из королевской семьи в малазийском штате Джохор. Тело девушки обнаружили на пляже. Вскоре задержали аж шестерых подозреваемых в убийстве. Но что стало мотивом для расправы, до сих пор загадка. Так же, как и подробности смерти датской журналистки Ким Валь. Ради интервью она спустилась в трюм подводной лодки миллионера и изобретателя Петера Матсона. Обезображенное тело девушки нашли спустя несколько дней. Эксперты установили, что часть травм она получила, еще будучи живой. Суд установил, что Петер Матсон тщательно готовился к преступлению. Он принес на борт подлодки различные предметы, чтобы связать и мучить потерпевшую, и надругаться над ней. Стала ли Шинейт Макнамара жертвой кого-то, кто уверен в своей безнаказанности или действительно свела счеты с жизнью из-за каких-то душевных проблем, теперь выясняют греческие полицейские. Королева Мая 4-я стоит на якоре, яхте, и ее команде пока запрещено покидать порт. А вот на императора Матадоров запрет не распространяется. Магнат якобы сошел на берег еще за два дня до инцидента. Так это или нет, теперь тоже проверят правоохранители. Андрей Караманов, Вести, дежурная часть. Продолжение следует...